поиск воды с помощью растений индикаторов то есть во все времена народы разных стран при поиске подземных вод придавали большое значение растениям о близком залегании воды свидетельствует благолюбивая растительность окрашенная яркой и сочной зеленью чем обильнее гуще и зеленее растительность тем больше естественно там воды первое это если дикорастущая смородина сильно разрослась казалось бы на сухом месте можно быть уверенным что здесь близко к поверхности располагаются грунтовые воды второе издавна в качестве указателя водных источников использовалась на руси верба про нее говорили где вода там верба где верба там и вода третьим хорошим индикатором не глубоко залегающих вод в умеренной зоне служит таволга вязолистная или лобазник как его еще называют то есть таволгу можно встречать по сырым лугам оврагам болотам берегам рек и прудов четвертое камыш лесной указывает на близкое залегание также грунтовых вод пятое если в растительном сообществе преобладает камыш лесной и лобазник то есть таволга вязолистная и также присутствует в них ольха серая и черная то это указывает что вода залегает где-то на глубине до трех метров чуваши часто использовали в качестве указателя близко залегающих грунтовых вод щавель то есть говорилось рой коллодец по щавельным местам и вода появится там где грунтовые воды располагаются близко к поверхности лучше всего растут растения лобчатка гусиная осенний безвременник мать мачеха конский щавель как я говорил как камыш асока крапива хвощ вот такие вот растения